Ребята, шикарный Next Gen, чекайте, просто играл матч в Division Rivals, игра зависла и всё, ни на что не реагирует, мне пришлось закрыть игру и мне засчитали поражение, просто класс. А что же выпадет у вас в паке, ребята? Зависит только лишь от вас. Ну что, друзья, готовы ворваться в Next Gen? Нет. Да, ребята, они решили на день раньше выкатить это обновление, по идее оно выходит 4-го числа, и тут внезапно, на нежданчик, я уже успел обновить фивку. Почему-то у меня пропали все трофеи с прошлой фивки, заставку могли бы хотя бы поменять, всё то же самое, тот же Мбаппе, по идее там же Бекхам теперь появился на обложке, могли бы его запендрячить и маленькая девочка, сегодня я иду на футбол, боже мой, что это? Что здесь происходит? Это очень важная встреча. Ну, я как понимаю, это делается акцент именно на карьере, вряд ли в режиме Ultimate Team будет что-то подобное. Да-да, красиво, фейерверки. Мама, я в телевизоре! Опачки, так сразу, я чувствую вибрацию, когда мяч принимаю, когда мяч отдаю, так, шрифт изменился. Я не знаю почему, но вот по первым ощущениям, именно по графену, это напоминает Pro Evolution Soccer. Слушайте, а может они лонгшотики подкрутили? Ой-ой-ой, в штангу попал. Так, ладно, давайте посмотрим теперь на лица. Ну, слушайте. Волосы, конечно, выглядят охренеть как реалистично. Посмотрите, глаза как проработаны, вау. Конечно, на все эти детали вы будете обращать внимание примерно там вот в первые несколько заходов. Дальше, скорее всего, вам похер будет. Но в целом, в целом, ребята, ну это выглядит достойно. Вот тут прям чувствуется Next Gen. Про судью, конечно, ты такое не скажешь. Ну, мбапич, конечно, тут прям до пикселей все обработано, потому что это лицо FIFA. Хорошо, давайте завершим этот матч. Зайдем в Ultimate Team. Ну, а пока у нас идет установка. Зря времени не будем терять. И я напомню о своих спонсорах. Компания OneX, АПЛочка, Заруба, Челси против Лиц. Сегодня, 5-го числа, 23.00. Ссылочка на сайт OneX будет по закругленному комментарию. Или же просто используем мой QR-код. Ну и также не забывайте про мой личный сайт с продажей монет. Ссылка в описании. Блядь, все настройки слетели. Ну, ебучий случай. Конечно же, давайте вместе с вами посмотрим, как открываются паки. Один откроем. Награды за Викинг Лигу я, опять же, не стал выкладывать, потому что там полное сранье. Да, отлично, пак. Вот так вот мы стартуем с Next Gen. Хм, улучшение базового кумира, ребята. Давайте, если вы наберете под этим видеороликом 10 тысяч лайков, я в этом же видеоролике и открою. Давайте, я вам даю время. Вот пока я сейчас буду играть в фивку, вы 10 тысяч набираете и в конце видоса я открываю улучшение базового кумира. Так, собственно, пойдемте щупать геймплейчик. К слову, вы 15 тысяч лайков набрали, а это значит, что сейчас я пойду тестировать лонгшоты того самого парня. Вот тот самый парень, стоппелькамп, который забил гол через все поле и за это ему дали такую рекордбрейкер карточку. Дальние удары 95 с бустом все 99, а это значит, что по идее каждый лонгшот у него как минимум должен идти в створ. Вот такой вот у меня интересный сильвер сквад. Также я успел уже выбить АДМи. Мне кажется, я в серебряной ложе отыграл больше, чем в дивизионах. Без шуток, очень нравится мне этот режим. Ебать, вы это видели? Просто по щелчку загрузился матч. Так, ну слушайте, я могу даже вам сравнение сделать подходящее. Вот этот графон мне чем-то напоминает Next Gen, который выходил во времена FIFA 14. Вот что-то похожее имеется, наверняка многие из вас заметят. Теперь у меня постоянно геймпад дрожит. Next Gen, ощущение того, как ваши игроки бегают по полю. Когда толкается, вибрация такая появляется. Не знаю, как позицию выбрать для него. Вот сейчас идеально! Это был отличный лонгшот, я вам скажу. Так, а вот здесь, кажется, я уже проебался. Я двигаю... Ой, хорошо, Кин, хорош. Графоник, конечно, выглядит намного приятнее. Я не знаю, бросается ли вам в глаза эта картинка или нет. И вот, тот самый тип лонгшот! Блин, ты мог, конечно, и получше ударить, что ли. Давай, да открывайся же ты, блядь. Ладно, похуй, и так забьем. Ну, слева нерабочие ноги. 1-0, но лонгшотом это назвать нельзя. Почему, блядь, карточки теперь вибрируют, блядь, на экране? Мне кажется, это глюк какой-то. Вряд ли это фишка. Так, вот отличная позиция для удара. На нахуй, блядь! Я, конечно, не рязанцев, но я попробовал. Интересно, многие вспомнят этот гол, который он забивал в Барселоне. Ну, отличная позиция для лонгшота! Вроде как и летит! Вроде как и в створ! Но вот чего-то как будто не хватает. Финишинга, что ли. Хотя у него тоже там запредельный. Ну вот, вот отличная позиция для лонгшота. Да что ж ты будешь делать, голкипер? Хорошо, пободался! Я не хочу подходить близко, я хочу именно с лонгшота забить, да блядь! Ну, вот сейчас! Блядь, своего же, блядь! Ой, блядь, ну пизда, да. У меня только что в геймпад отдался свисток. Вот это... Такая, опять же, я не знаю, насколько мне это нравится. Одно дело, когда вы это ощущаете там в разных сюжетных играх. Другое дело, когда это футбол и ты типа хз вообще как реагировать. Блядь, ну вот Габелла, да. 1-1. Ладно, давайте сейчас вот такую хуйню заброшу. Блядь, ну смотрите, как автоблоки работают. Даже с центра поля, блядь, блокируются. Дальше на... Стопа! Стоп! На, нахуй! Перекладина! Охуениши удар полетел. Ну, лонгшот! У! Я думал гол! Вот прям чего-то не хватает. Ну, понятное дело, это серебряная карточка, у которой статы раньше выглядят просто отсосно. А я придерживаюсь мнения, что если карточка была отсосной, то ее никакие накрученные статы не сделают крутой. Так, ну, блядь, что? Вот что я сделаю? Пробегусь и вот так вот забил. Ну, вот так я могу забивать, да. Просто пробежал, прострелил и забил гол. Что? У меня сейчас какое-то шуршание в геймпаде было. Ну, вот она, вот она! Стопл Камп, давай, нахуй! Я прямо отсюда ебну, мне похуй, блядь, на! Блядь, ну вот прям чуть-чуть не хватает. Конечно, вот над дефолтными болванчиками они вообще не поработали. Ну, и понятно, кому это нахрен нужно вообще. Игроки потеют, да, да. То есть тут не обманули, посмотрите на лица, там пот прорезается. Хотя, может и раньше такое было, я просто не обращал внимания, я не знаю. Ребята, про промокод тоже не забывайте, камон. Так, а это у нас следующий соперник. Блядь, я не успеваю смотреть составы. Просто на секунду, блядь, кадр состава моего next соперника. И тут сразу же, блядь, матч начинается. Я вот сейчас не знаю, это плюс или минус, ребята? Напишите в комментариях. Ну, это прям слишком быстро. Ага, понятно, соперник ливнул. Окей, следующий соперник. Я вроде как успеваю смотреть. Поля, я думаю, вы заметили, что отличаются друг от друга теперь. Если раньше это смотрелось как одна дефолтная хуйня, на все матчи сейчас как бы видно отличие. Это тоже круто. На нахуй, блядь. Не, ну это прям слишком далеко. На. 1-0. Блядь, все-таки вот этот мерцание не дает мне покоя, блядь. Что это нахуй за хуйня? Ой-ой-ой. Вот сейчас хорошо летело прям. Почти за шиворот перелетел. Так, тот матч мы успешно слили. Найдем нашего следующего соперника, у которого в коллекции тоже практически все информы. Блядь, как же быстро грузится все. Я не успеваю смотреть на составы. Ой. Ой, ну это хороший должен быть лонгшо... Блядь, ну... Ну хорошо. Ну типа удар был хороший. Типа прям сильный, мощный. Но попал он в перекладину, к сожалению. Да ладно, у меня и Роналду, блядь, с таких убойных позиций по перекладинам ебошил. Поэтому серебряному игроку предъявлять, наверное, не стоит. Ой, хорошо, хорошо, на нахуй! Блядь, как сейчас удар летел? Что это за рикошель, блядь? Как он так обратно отлетел? Ну да, тут он меня разъебал. Так, надо немного повременить с лонгшотами. Просто сейчас ему забить, чтобы он не расслаблялся. Блядь, ну выдран, ну ты-то чё? Ну, Ливермор, ну-ка, ёбни! Перекладина. Встречаем, Некстген, подзвон штанг и перекладин, да, получается? Ну, братан. Я хуй знает, я уже перепробовал все позиции, все дистанции. Вот я сейчас ничего не нажимал. Вот за что мне сейчас дают пенальти? Я ни одну кнопку не нажимал, я просто рядом с ним стоял. О, боже, блядь, за подкаты сзади в этой части вообще, блядь, красный не дают. Но при этом, если вы случайно коснулись игрока, блядь, в штрафной, это пенка. Короче, ебал я эту рожу серебряную. Давайте пойдем в дивизион, нравился, поебемся. Почему-то таймер стоит, не знаю почему, видимо, это какая-то фишка на Иксгена. Я опять успел только посмотреть полсклада. Блядь, Морган, Морган, бедолага, прости меня, брат. Так, так, стопплкамп, ну-ка, ну-ка. Хорошо! Вот сейчас нормально так зарядил, вам хочу сказать. Ой-ой-ой, хороший удар был. Слушайте, в дивизионах я как-то комфортнее себя чувствую. Блядь, ну, как я только сказал, я должен сразу же пропустить, конечно, блядь, конечно. Да нет, смысла нет, наверное, продолжать уже играть с 4-1. Я пропускаю каждую хуйню, которую он бьет. Ну и, в общем-то, подводя итоги, что можно сказать про эту карточку? Я успел еще там несколько матчей за него отыграть. Где-то даже хорошие лонгшоты залетали. Вот сейчас вы видите на экранах. Где-то вот прям совсем немножко не хватало. Бывало, в перекладину попадал. Но, в целом, смотря на эти статы, сложно сказать, что это вот прям 99. То есть, сила удара, по идее, 95. Завершение 80, если суммирует сил сыгранности. Но бьет ли он на такие статы? Очевидно, что нет. Возможно, это проблема самой игры, самой FIFA. В рамках FIFA 15, возможно, у него каждый бы гол залетал. Но вот конкретно в этой части FIFA лонгшоты, к сожалению, не летят. Да, бывают исключения. Я думаю, что вы помните, как я забивал за Холланда в битве составов, когда я с Фарзиаром играл. Но при этом, опять же, не могу сказать, что это прям лютейший провал из статы. Вот нарисовываю. Нет, опять же, удары где-то идут, где-то летят, где-то забивают, где-то в штанги попадают. Но, в целом, как бы, сложно сказать, что это, опять же, дальние удары 99. Но, опять же, скорее всего, это проблема в самой игре. Ну и, в общем-то, я сейчас смотрю, 10 тысяч лайков набралось у нас. Блин, чуть не дожали, ребята. Ну, дожмите, ну, почти 10 тысяч лайков. Как набираете, сразу же открываю пак с кумиром. 5 тысяч лет спустя. Ну, наконец-таки, ребята. Я думаю, этот момент не настанет. Вы добили, все-таки, потолок 10 тысяч лайков. Я отправляю последнюю сборку. Это уже третья сборка на кумира. Напоминаю, что предыдущие две у меня окупались. Ну и, собственно, хотелось бы верить в что-то классненькое. Давайте. Просто без разговоров. Обычно я тут сижу, три часа молюсь. Там всякие шаманские штуки делаю. А тут я сейчас просто беру и открываю, ребята. Флаги. Флаги это самое главное. Англия. Форвард. Ну, это срань. Это срань. Это срань. Это срань. Боже, в райд. Как больно. Как больно. Как больно. Как больно, блядь. Чтобы вы понимали, насколько все плохо. Практически все параметры у Чиадомса лучше, чем у этого в райта. Ну, про того же Водкинса я опять тоже молчу. Ну, а по нексгену что сказать. Графон стал приятней. Работает все плюс-минус так же. Составы, конечно, прогружаются теперь молниеносно. Не очень привычно. Ну, а так в целом, как бы, никто большего не ждал. Очевидно, что движок остался тот же самый. Но мне все равно не нравится, что это получается совсем другая игра. Потому что все ачивки у меня куда-то пропали. Вот пять штучек у меня обратно вернулось. А с остальными что делать, я не понимаю. Типа, весь прогресс. То есть, все по факту получается. Ладно, друзья. Спасибо вам за просмотры. Оставляйте комментарии, что думаете про нексген. С вами был я, PandaFX. И всем хорошего настроения. Чао, покао. Продолжение следует.